Брайан с победой. Твой сумасшедший сейф в начале встречи. Вспомни, как это было. Как ты почувствовал, что нужно оказаться там, где ты оказался? Выдали вначале пас на Царкисову. Маринато очень хорошо вышел и сократил угол. Если бы он на самом деле не потащил, то уже не было никакого моего сейфа. Но уже когда пошло добивание, я уже понимал, что ворота пустые, надо просто туда бежать. И он пробил такой завесух и пытался, понятно, поймать мяч. И главное, самому не забить свои ворота. И получилось так удачно выбить. И думаю, это нам помогло в дальнейшем игре. Была сложная игра, особенно второй тайм. Енисей в какой-то момент сильно давил. За счет чего все-таки удалось победить? Ну, хорошо, что мы выдержали этот их натиск. Трибунные гнали. Видно, им, понятное дело, нужны очки. Хотели они порадовать своих болельщиков, наконец-то победить. И просто, да, выдержали именно вот этот натиск, который они смогли нам это придумать. И в конечном итоге зареализовали свой момент хороший. И потом уже в конце контратак и уже успокоили для себя игру. И главное, забрали отсюда очки и уехали с результатом. С Енисеем мы сыграем уже в среду, то есть через несколько дней. Какие уроки извлечем из этого матча? Как будем играть в следующем? Ну, по результату, надеюсь, то же самое будет, понятное дело. Но по игре, понятное дело, думаю, все-таки мы поработаем над ошибками и посмотрим, и уже будем лучше готовы намного в следующей игре. Ну и, думаю, не впервые уже так играть на командном, когда уже встречаются не в чемпионате, не в кубке. И, думаю, вторая игра получится как раз интересной и тоже такой боевой. Ты сегодня играл с коротким рукавом и вообще, насколько я поняла, без термобелья. Где так закалился? Питер. Это все Питер. Там тоже все-таки холодно бывает уже в это время. И ветер холодный. Уже и в Перми тоже привык. Так что Красноярск, Перми, по идее, погода одинаковая.